Черноморское побережье России это по сути Краснодарский край и еще Республика Крым. Это все, что можно предложить российскому туристу, стремящемуся в жаркий сезон к морю. А уже ему выбирать, где оптимальное соотношение цены и качества, где курорт благоустроен и сервис лучше. Но в условиях жесткой конкуренции, когда заграничные курорты отменяют визы и предлагают отдых россиянам на льготных условиях, работать нужно еще эффективнее. Например, так нашумевшая тема курортных сборов в Сочи применяться не будет. Я считаю, что в этом году пока нецелесообразно вводить этот курортный сбор. Хотя он нужный, он очень бы помог инфраструктуре города. Но надо понимать только одно, что турист голосует рублю. В Краснодарском крае развитие курортов сдерживает нехватка инженерных сетей. В пик курортного сезона они не выдерживают нагрузки. Электричество и воду из-за регулярных аварийных ситуаций в некоторых городах отключают на несколько часов. На реконструкцию только водопроводного хозяйства требуется почти 15 миллиардов рублей, отметил Вениамин Кондратьев. Инфраструктурная проблема – это основной бич всех наших плотных городов. Пока не будет инфраструктуры, никакого развития быть не может. Сегодня это основной сдерживающий факт. И в том числе инвестора, который хочет зайти со своим отелем, даже к пятизвездочным, он говорит, покажите сети, покажите инфраструктуру, на которую вы меня посадите, которая будет подходить к тому участку, где я хочу это сделать. Ну, не можем показать, потому что нет. Мы готовы участвовать в реальных программах по водоснабжению, электроснабжению. Коллеги, но их нет. И десятков миллиардов в любом бюджете тоже нет. Поэтому нужно искать дополнительный источник дохода. Понятно, может быть, нет хорошей жизни мы вещи. И прошлый сбор, но нет хорошей жизни. И этот вопрос требует проработки на всех уровнях власти. Сочи же по итогам прошлого года ставит в пример из 15 миллионов отдыхающих всего Краснодарского края, 6 миллионов отдохнуло исключительно в нашем городе. Курорт стал круглогодичным. Успех налицо. Красная поляна стала продаваться не только зимой, но и летом. Подышать чистым морским и горным воздухом теперь предлагается сотрудникам предприятий Уфы и Челябинска. Выездные презентации с участием главы города Анатолия Пахомова и туроператоров дают хорошие результаты. Круглогодичная заполняемость под 80%. И все больше регионов узнают о современных возможностях курорта. Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко отметил, что вопросом информирования населения, а другими словами рекламе курортных городов, необходима специальная программа. Вот в 2016 год мы смотрим достаточно серьезные вклады в экономику. Это уже 3,4% вклад в экономику ВВП страны. Я вам скажу, это достаточно серьезно. Но потенциал у нас значительно выше. И, естественно, мы, конечно, можем еще больше, так сказать, там и вклад делать, но самое главное удовлетворять спрос растущий и возрастающий у нашего населения. Чем стабильнее экономика, у людей желание путешествовать, и, естественно, конечно, наша задача удовлетворять этот спрос качественным продуктом. Анатолий Пахомов опросил Виталия Мутко решить на федеральном уровне вопрос открытия в Лазаревском районе Сочи тренировочной базы. Там уже есть два футбольных поля, будет построено еще одно, где в любое время года могли бы тренироваться российские футболисты, которые чаще всего выезжают на сборы за рубеж. Это позволит и Лазаревске сделать таким же востребованным, как и другие районы курорта. Новинкой этого курортного сезона станет и морское сообщение с Крымом. В мае из Сочи будет ходить круизный лавер в Севастополе и обратно с заходом в морские порты Новороссийска и Ялты. Рынок сам покажет, какое количество судов необходимо, но лиха беда началу. То, что уже появляется это судно на линии, это уже даст возможность, во-первых, и посмотреть загрузку, посмотреть, может быть, какие-то вопросы, которые будут возникать, и как мы их совместно будем решать, потому что в Крыму настрой очень позитивный. Итог совещания однозначный, как бы сложно ни было, но необходимо не просто удерживаться на плаву, а идти вперед, развиваться и в конкурентной борьбе за туриста непременно выигрывать. А у Сочи все возможности для этого есть. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.